Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередной небольшой влог новостей касаемо The Isle of Rima. Перед началом, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Ну а начнем мы этот небольшой выпуск новостей с разбора концепт-арта Авацератопса. По версии Legacy, Авацератопс – динозавр небольшого роста, высотой в полтора метра, длиной почти в три метра. Обладает очень малым запасом хп и, по сути, включен в игру как бот. Корм для хищников не более. Честно, я мало видел в игре, чтобы игроки играли на нем. Ну, если только так чисто ради чила в стадии больших травоядных. Взглянем на версию Эврима. По версии Эврима, данный динозавр все так же останется одним из слабых игровых существ, но у него будут свои особенности. Давайте посмотрим. Как сказал ранее, Авацератопс малого размера. Представлено два концепта в сравнении тех же людей. Различным небольшим группам Авацератопсов придется сражаться за лучшую самку в игре и продолжение рода. Посмотрите на это столкновение двух небольших гигантов. Также здесь игровой момент, когда игроки могут сражаться за ту же еду или лучшее гнездовое место. Авацератопсы по сути травоядные. Смотрите, выпас с детенышами. Но разработчики внесут их в Эвриму скорее как омниворы, то есть всеядные. Это пока не уточняется. Играя за Авацератопса, в ваши нутриенты будут входить яйца динозавров и их маленькие хэтчи. Нам показали разорение гнезда ютарапторов. Ну, как по мне, это очень разнообразит геймплей за это существо. По сути, мы сможем теперь не просто бродить по карте, как кусок мяса и ждать хищника, чтобы стать его пропитанием. Еще одна фишка Авацератопса. Я думаю, что здесь можно сделать вывод. Он явно станет разорителем гнезд. Авацератопс нашел нору дриозавра. Да, дриозавры будут рыть норы. Авацератопс сильнее дриозавра, и тот просто выгоняет его из гнезда. Такой наглый, малый, рогатый. По сути, в норе дриозавра есть скорее яйца и хэтчи, которыми он опять полакомится. Да и ему там даже хорошо будет спрятаться от опасности. Короче говоря, этот травоядный станет травоядным. А теперь чуть о будущем игры. На прошлой неделе один из разработчиков The Isle of Rima, Брайан Филлипс, провел два стрима на своем канале Twitch. И показал нам разработку анимации движения, прыжков, захватов, ударов и прочего таких динозавров, как циратозавр, големимус, герарозавр, авираптор. Давайте взглянем чуть. На мой взгляд, вся проделанная работа смотрится даже очень хорошо. Кстати, пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Что вам больше понравилось, а что нет. Также стало известно, что следующим динозавром, который войдет в игру после добавления травоядона и бейпиозавра, станет, как ранее говорил в выпусках новостей, циратозавр и, внимание, големимус. Вообще, по сути, после выхода 6.5 обновления, первыми будут добавлены, помните, те слухи про 7 динозавров. Так вот, это циратозавр, големимус, герарозавр, авираптор, дьяблоцератопс, дилофазавр, магиерозавр. Но выходить они будут не целой пачкой, как хотелось бы игрокам. А с учетом баланса и группами. Кстати, да, те анимации, что мы видели у Брайана на стриме, могут быть переделаны и изменены сводом их в игру. Это не окончательные, друзья, игровые моменты. Также, вы часто меня спрашиваете о выпусках других динозавров. Давайте пока поставлю точку. Разработчики сосредоточены только на тех, что я перечислил выше. Дорожная карта. Дорожная карта со временем изменится, и вскоре мы увидим еще больший интересный процесс разработки. Ну что же, на этом у меня пока все. Если понравился данный небольшой влог новостей, обязательно пальчик вверх, подписка на канал, жми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео и стримы по The Isle of Rima. Всем хорошего выживания. Пока.